Всем привет, дорогие. Сейчас я иду после кундалини йоги. Начало всего моего спича вы можете послушать буквально там две минутки, но они как бы ведут вас в курс дела, о чем мы сегодня будем говорить. Вы можете послушать в моем телеграм-канале, поэтому переходите по ссылке, слушайте и возвращайтесь на это видео. Я просто записывала эти штуки в телеграм, и почему-то мне пришло, что нужно все-таки записать именно видео на youtube, потому что в телеграме у меня не так много подписчиков, это вообще самая моя маленькая социальная сеть, где меньше всего подписчиков, но мне так нравится туда выкладывать и делать контент, что я все-таки веду эту социальную сеть, и она, знаете, такая, как какой-то бункер, я не знаю, как это назвать, такое место, где я просто максимально искренне, немного чего показываю, поэтому подпишитесь и не ленитесь. Сегодня мы поговорим о том, что у меня 23.12, точнее мы не об этом будем говорить, но это просто такая подводочка. С 3.12 у меня выходит новая песня, и она называется «Хейт – это фейк». Момент, когда меня жестко захейтили, и у меня очень, ну в принципе у меня есть иммунитет к хейту, всякой такой фигне, но на тот момент я настолько сильно открыла душу, я очень сильно неравноверно распределяла свои силы, я уходила в час дня, возвращалась в 11 вечера, и для меня это просто какой-то взрыв мозга и непонимание, что это такое. Абсолютно не понимаю людей, которые работают с 9 до 6, и так каждый день. Когда у меня были такие периоды, что я уходила на полдня практически, то у меня начала ехать действительно крыша, и мое состояние начало скатываться. Хотя я вроде бы пыталась заниматься какими-то полезными штуками, ну типа ну-ка прокачивать себя как-то и так далее, но по итогу это мне дало отличный опыт. Это меня прокачало, и у меня родилась такая классная песня, которую вы с кожи уже сможете послушать. У нас будет даже с вами фирменный флешмоб-танец, которым мы все будем вместе танцевать против кибербуллинга в интернете, и не только. Напишите в комментариях, кто из вас сталкивался с каким-то хейтерством, с негативом, с осуждением, с порицанием. Я до сих пор сталкиваюсь из моего как бы близкого окружения, потому что мы все знаем, что мы не можем никуда своих родителей деть, ну то есть как бы они будут стучать давать. Даже когда я жила в Сочи, абсолютно в другом городе, за сколько, две с половиной тысячи километров, мама мне писала что-то деструктивную в мою сторону. И благодаря мнению окружающих в какой-то момент я перестала верить в себя и абсолютно сошла со своего пути. Я перестала делать то, что я хочу. Я перестала идти по своему предназначению. Я перестала вообще что-либо чувствовать и начала заглушать и основываться на мнение окружающих, ну даже если ваш гуру условно. Эти видео про гуру у меня было уже на канале, когда мы ищем про, ну что-то вот, какого-то гуру, который нам скажет как надо. Это тоже такая проблемка. В общем-то, да, я тоже таким человеком была. Я спрашивала, блин, а как мне сейчас вот зарабатывать и реализовывать себя? И люди меня просто вот уводили в такую степь. То есть вроде бы понимала, на тот момент почему-то я такая, блин, ну да, это, наверное, действительно то, что мне нужно, но по итогу это вообще не то, что нужно моей душе и то, что нужно мне. Это абсолютно какая-то другая степень. Мне вообще не в ту сторону надо было. Но это меня опять-таки молчило тому, что не нужно спрашивать мнение окружающих. Я уже, блин, записывала какие-то еще вдосы. Там тоже было про песню. Можете тоже посмотреть. Кстати, пишите в комментариях, как он такой формат. Без хейта не бывает чего-то положительного. То есть у нас мир дуален, поэтому есть хорошее, есть плохое, есть черное, есть белое. Поэтому к этому нужно относиться абсолютно нормально, чтобы кто-то про вас имеет что-то плохое там, какое-то какое-то мнение. Мне до сих пор мало меня, можно сказать, хейтит. То есть, типа, ну, блин, вот реально это очень странно, как бы рожать ребенка. У него могут быть вообще советы на другие какие-то задачи на жизнь. То есть, у него могут быть незадачи на жизнь работать в офисе, как ты там хотел, и именно делать как-то вот по-другому, чем весь род. Действительно, у меня в этом где-то там, где-то там, где-то, я вообще не помню где, мне говорилось, что у меня вот как-то предназначение, мой путь в этой жизни это делать не так, как весь мой род. И то есть совершить какую-то революцию в своем роду. И, конечно, род не понимает немножко, что за прикол, почему ты делаешь не так, как мы. А я, понимаете, я это делала просто вот от души, когда начала прочувствовать, чувствовать, что мне нужно как-то в другую сторону, мне нужно по-другому, я начала делать по-другому. А потом, я совсем-совсем недавно, то есть вы знаете, что я вообще в принципе давно занимаюсь вот этим вот, не знаю, понятием себя и того, что я действительно хочу. И только недавно я услышала, что в моем там, я не помню, что это было, но где-то я про себя услышала или разбирала, или что-то такое. И еще у меня вообще вылетело из памяти, где и когда. Это почему-то именно когда снимала это видео, я вспомнила как раз таки вот эту часть. Я просто так к этому отнеслась, что мне это сказали. Ну, как бы просто, потому что я и так как бы делаю не так, как мой род, а, ну, в принципе, вот такое предназначение именно в родовой системе. В общем, если у вас сходят родители, вообще не обращайте внимания, но успех во многом зависит от того, насколько ваши родители поддерживают вас. Посмотрите, сколько блогеров там, не знаю, актеров. Я не знаю, у кого он, просто вот у меня в основном это блогеры, которых я там смотрела, у них родители горят, они помогали им, они даже сами участвуют. И вообще, насколько же они верили в то, что это действительно, это не просто вот какая-то фигня, а это действительно это работа. И на этом можно действительно зарабатывать достойные деньги. Ну, понятно, не у всех такие родители, и для чего-то нам, мне, может быть, вам нужна эта сложность. Но самое важное, что никогда не должно уходить из вашей жизни, это ваша вера в самого себя, потому что все люди вокруг нас, они с нами на какое-то время, может быть, почти на всю жизнь, может быть, от начала там до конца. Но все равно нужно понимать, что мы приходим и уходим одни, и, блин, вот если вы будете жить с тем, что, блин, а что обо мне подумает мама, а что обо мне подумает папа, а что подумает дядя, а что подумает учитель какой? Если вы будете так жить и будете вечно себя подстраивать под других людей, вот, ребята, когда вы будете жить сами, когда вы будете именно вот действовать от души и получать именно удовольствие, прям. Когда? Когда, если не сейчас? Знаете, когда я на камеру загорелась, у меня же так тепло стало. Когда я только вышла, я вообще очень замерла. Сейчас я прям такое чувствую тепло, чувствую такое отдавание вам. Я вижу, что вам действительно заходит подобное. Поэтому возвращаемся к нашей главной теме видео. Это про хейт и про мнение окружающих. Эта песня будет мотивировать каждого человека забить на хейт и просто понять, что хейт – это фейк. Не знаю, почему-то мне эта фраза пришла, когда я разумсоливала всю эту тему и думала, почему что со мной произошло и почему меня так тепляет каждое слово. Сейчас меня абсолютно ничего не тепляет. Можете посмотреть мои шортсы. Там в комментариях под многими видео какая-нибудь хрень написана и очень много хейта. И поэтому я просто как-то уже с этим принятием этого всего. Не сказать, что меня что-то тепляет. Просто когда вас что-то может тепляет в жизни или не в жизни, очень многие люди закрываются именно из-за того, что они думают, что о них там подумают только. Это очень частая проблема у многих. Можете просто слушать мои песни, которая выйдет, и пусть она вас вотивирует, пусть она несет вам благо. Пусть она показывает то, что люди могут с этим справиться и могут только пройти. Ты сможешь, и я смогу. Так что это просто нормально. Так должно быть. И если вы пишете много кого-то хейта, значит, вы идете в верную сторону. Ну все. Скоро сможете уже послушать песню. Я очень этому рада. Вместе давайте будем петь, танцевать, выкладывать видео с этим трендом. Выкладывайте во все соцсети. Отмечайте меня. Буду вас репостить и буду вам безумно-безумно благодарна. Также заходите вниз в описании. Там есть очень много интересных ссылок. Переходите по ним. Слушайте песни. Ну и на этом было все. Ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока-пока. Пока. Пока.